Выхожу на свой участок, смотрю и не понимаю, что в нем не так. Хочется добавить какой-то изюминки. В этом видео я расскажу, что сейчас вообще вышло из моды, а что на пике популярности. Очень часто сложно понять, какие же ошибки мы допустили, а еще чаще за консультацию просят денег. Так это видео вам спасет и нервы, и деньги, потому что я расскажу, какие ошибки не стоит допускать и как их исправить, если они есть. Обязательно смотрите видео до конца, чтобы узнать, чего следует избегать, чтобы ваш участок и вообще сад не превратился в сплошную проблему. И, конечно же, я расскажу об антитрендах, которые присутствуют в большинстве садов. Это видео поможет вам эти антитренды избежать и не допускать их на своих участках. Меня зовут Софья Тихомирова, я ландшафтный архитектор, и я представляю крупнейший в России питомник растения Каплант. Уже очень много лет, более 11 лет мы занимаемся созданием красивых садов, мы выращиваем лучшие растения и помогаем находить решение проблем, исправлять ошибки и готовы делиться этим опытом с вами. Если вам нужны растения на участок, то по ссылке в описании вы найдете все необходимые каталоги растений с ценами. Итак, начнем. Первое, самое главное, это зонирование территории. Недавно были на участке у Розы Сибитовой, у нее на самом деле с этим большая проблема, и вот когда ты заходишь на участок, сразу складывается ощущение хаоса. Строения расположены странным образом, одно строение здесь, второе там, нет никакой зоны. А это очень важно, важно выделять зоны на вашем участке. Во-первых, должна быть зона отдыха. Где главный дом, где детская площадка, где, возможно, у вас будет спортивная площадка. И, конечно же, это хозяйственный блок. Все эти зоны, они между собой должны быть соединены логически. В основном бывает такое, что участок прямоугольный, и тогда главный дом располагается либо в начале участка, либо в конце участка. А перед домом или за домом уже дальше располагаются основные функциональные зоны. И, конечно же, уже исходя из этого, вы планируете дальнейшие. Очень хорошим решением будет располагать зону отдыха где-нибудь в углу участка, потому что именно там будет камерное пространство, особенно если вы хотите расположить, например, зону с мангалом или костровая зона, то очень хорошо будет ее расположить где-нибудь за живой изгородью, чтобы вы могли там уединиться. В качестве живой изгороди можно использовать туи, они будут вечно зеленые, красивые. Можно также посадить живую изгородь из ели. И лиственные растения тоже будут прекрасно осмотреться и зонировать вашу территорию. Например, изгородь из кизильника, из дерена. Даже если из цветущих, можно выбрать гортензию. Это все очень неприхотливо. Обратите внимание на эти растения. Следующая ошибка допускается особенно теми, кто только-только купил участок. Это удаление всех растений, которые уже растут там. Во-первых, это нарушение экосистемы, потому что у вас дальше нарушается система дренажа, которую выполняли эти растения. Они выполняли особенную функцию. Конечно же, они впитывали всю влагу. Теперь, когда вы их удалили, эта влага начинает появляться на поверхности. И это огромная ошибка. Поэтому никогда не удаляйте те растения, которые, во-первых, смотрятся красиво. Их можно адаптировать под другие посадки. Во-вторых, которые выглядят здоровыми. Зачем удалять здоровые растения, которые растут и прекрасно смотрятся на вашем участке? Поэтому, как только вы заехали на новый участок, не спешите удалять все растения. Сначала посмотрите, что вам нравится. Что прям сильно не нравится, можно удалить. Вот бывает на участке стоит старая яблоня. Ну, вы не представляете, как красиво яблоня может смотреться на новом участке старая яблоня. У нее такая большая история. Просто я на многих участках была, где вот такие вот потрясающие деревья растут посреди участка и являются точкой притяжения. Вокруг нее можно сделать лавочку, сидеть там под ней. Она, кстати, очень красивую тень создает, разреженную. Под ней будут хорошо расти пионы, например. Поэтому берите себе на заметку и обязательно задумайтесь перед тем, как что-либо удалять. Следующая ошибка относится больше к планировке. И это прямые дорожки. Как по мне, ровные дорожки от двери до двери смотрятся грубовато. Но я уже говорила об этом в прошлом видео, что если у вас большой участок, то имеет смысл сделать прямую дорожку. Если у вас маленький участок, то здесь я рекомендую делать красивую плавную линию дорожек, которая будет логично соединять зоны и постройки вашего участка. Но есть еще одно классное правило, которое я чуть позже расскажу. Сейчас расскажу, чем хороши плавные дорожки и плавные линии на маленьких участках. Они создают иллюзию того, что у вас участок становится больше. Поэтому маленький лайфхак. Если маленький участок, делаем плавные линии. Если участок большой, опять же, все зависит от стиля сада. Особенно к стилю минимализм, конечно же, подходят больше прямые дорожки. Поэтому обращайте на это тоже внимание. А теперь правило или совет. Когда вы только-только купили участок, вот как вы протоптали дорожки на этапе закладки сада, так и нужно их прокладывать. Потому что это будет самым кратчайшим путем достижения нужной цели. Вот вы вышли, например, из дома и пошли прямо к бане или к хозблоку. И вот таким образом сразу прокладываете себе дорожки. Если говорить о плавных линиях, то в этих изгибах вы можете посадить себе дерево красивое или разбить миксбордер. Вот эта изогнутая форма, она придаст саду загадочности и таинственности. И создаст ощущение, что территория больше, чем на самом деле. Если вы не знали о таком приеме, ставьте лайк. Вообще растения это дорогостоящее удовольствие. И я бы на свой участок лично покупала только в Экапланте. Потому что таких цен, как у них, честно, я вот смотрю иногда и думаю, обалдеть. Ну как может? Туя стоит 997 рублей. Поэтому, если вы хотите сэкономить свои деньги, пожалуйста, заходите по ссылке в описании. Очень нелепо смотрится создание сложных узоров при мощении. Это не то, что нелепо, это еще и неудобно и непрактично. Сейчас в тренде создание минималистичного дизайна. А если вы создаете сложные какие-то узоры, это смотрится вычурно и некрасиво. Сад все-таки это место отдыха, обновления, перезагрузки. Именно в саду мы успокаиваемся, набираемся сил в кругу близких друзей или просто, когда мы находимся наедине сами с собой. А если у вас будут акценты на покрытиях, они просто-напросто будут отвлекать и мешать вашему отдыху. К тому же такое мощение яркое быстро надоест. Рекомендую обратить внимание на те материалы, которые выглядят экологично и естественно. Это натуральная галька, кора, дерево или бетон. Есть одно классное правило до трех. Если вы в своем саду используете большее количество разных материалов, это смотрится некрасиво. Лучше, когда для основных и второстепенных дорожек, для парковки, использован один или два материала максимум. При этом они не должны контрастировать друг с другом, они должны быть подобраны между собой так, чтобы они сочетались и воспринимались как единое целое. Неявный, но очень важный антитренд это твердые типы покрытий. Сейчас расскажу о чем он. С одной стороны, мы стремимся, чтобы ландшафт был таким капитальным. Парковка на железобетонной плите, дорожки на бетонной стяжке. Но мировой тренд оказывается другой. Мир диктует нам правила и стремится к водопроницаемым покрытиям, к тому, чтобы сад был более экологичным, более естественным и лучше дышал. А любые блокирующие покрытия, как мощение с затиркой швов или стяжка, они не дышат и не пропускают воду. Значит, нуждаются в организации водосточных систем. Это, конечно же, усложняет жизнь участка. Я предлагаю возвращаться к природе. Давайте делать дорожки галечными. Пусть швы пропускают воду. Даже не все, если дорожки, конечно же. Но часть из них, они могут смотреться более естественно и натурально. Еще одним антитрендом является покрытие резиновая крошка. Я думаю, многие видели его на детских и на спортивных площадках. К сожалению, оно пришло в некоторые сады тоже. Казалось бы, вроде как безопасно и мягко, но есть очень много минусов у этого материала. Во-первых, его инородность по отношению к природному ландшафту, к которому стремится сейчас вообще весь мир и все тренды. Мы за экологию. Вот задумайтесь, вы используете отработанные измельченные шины плюс краска. Вот это вот все вы приносите в свой сад. Вообще, замечали, как ужасно пахнет такое покрытие во время жаркой погоды, когда сильно нагревается? Плюс этим еще будут дышать ваши дети. И несмотря на все сертификаты, вот честно говоря, это все равно резина. Кто согласен, ставьте лайк или пишите комментарии, ваше мнение, очень интересно. Плюс еще такие покрытия часто красят, ну, просто вот в жуткие какие-то яркие цвета, а нам, естественно, в красивом саду это не нужно. Чем заменить? Если вы решили делать детскую площадку на газоне, то я вам рекомендую посмотреть наше видео, где я разбираю типы газонов, и там как раз я рассказываю, какой газон, какая смесь подойдет для детских игр. Обязательно его посмотрите после просмотра этого. Теперь поговорим про классические беседки, про навесы и вот такие, знаете, фундаментальные мангальные зоны в углу сада. Я вам уже говорила о том, что можно сделать зону отдыха в углу, ну, а сейчас появился другой новый тренд, и я про него расскажу. Гриль-зону сейчас принято располагать ближе к дому. Во-первых, это удобно и дает возможность пользоваться этой зоной так часто, как вы хотите. Те самые беседки со временем поменяли свой функционал. На самом деле с этим трендом я не очень согласна, потому что если мы говорим о зоне отдыха, да, где мы просто можем посидеть с чашечкой кофе, то, конечно же, лучше располагать ее возле дома. А если мы говорим, например, о зоне мангальной, то я бы относила ее от дома для того, чтобы весь этот запах, он не шел в дом и не шел на вас, если вы решите отдохнуть, например, на террасе дома. Поэтому рекомендую делать террасу рядом с домом, где можно посидеть с друзьями, попить чашечку кофе. А именно мангальную зону я бы расположила в углу участка. Сейчас в моду входят еще летние домики, которые являются второй точкой после основного дома времяпровождения. Именно там может быть кухня, гриль, столовая, место отдыха с диванами и огромными окнами. Это, конечно, мне очень нравится, это красиво, но это считается как летний домик, второе строение. Кто-то, может быть, захочет использовать эту летнюю кухню как офис. Антитрендом являются неестественные сложные формы. Спиралевидные туи, розы на штамбе, бонсайи. Все это не вписывается в образ нашего сада, выглядит и народно, и негармонично. Вот так вот сейчас говорят тренды. Понятно, что бонсайи будут красиво смотреться в Японии. Там они будут, как говорится, к месту. Но у нас более природные, естественные сады сейчас в тренде. Поэтому максимально адаптируем нашу природу, российских лесов и полей себе на участок. Именно это сейчас на пике популярности. Но если вы хотите что-то необычное на свой участок, то у нас есть и плакучие деревья, и неваки, и на штамбах растения. Все это есть в наших каталогах. Что сколько стоит, смотрите там. Вам достаточно просто ввести имя, фамилию и телефон. Колонны, разбитые вазы, классические скульптуры – тоже анти-тренд. Убираем их со своих участков. Сейчас в современных садах принято использовать крупные кашпо, и они в тренде. У меня есть видео отдельное на канале, какие растения выращивать в кашпо, обязательно тоже его посмотрите. Яркие, кричащие цвета. Не стоит окрашивать садовую мебель, арки, перголы, заборчики в различные цвета радуги. Это синий, красный, желтый, фиолетовый. Это вам точно надоест, и это сейчас вообще смотрится некрасиво, и это просто прошлый век. Я призываю пользоваться пастельными, спокойными, натуральными оттенками. Здесь же я хочу сказать и о крашеной мульче. Вот это тоже для меня всегда было вычурно и некрасиво. Я советую отдавать предпочтение не только природным материалам, но и естественным цветам. Это же очень красиво. Это смотрится гораздо лучше, чем что-то яркое в вырве глаз. Кстати, хочу сказать, что крашеные камни и кора влияют не лучшим образом на состояние почвы, потому что они снижают биологическую активность ее, и, конечно, как следствие, растения плохо будут расти. Следующий антитренд – искусственные пруды. Водоем на участке, пусть даже самый небольшой, мечта, если не всех, то многих дачников. Если вы хотите сделать подобный ландшафтный акцент, то избегайте пластиковых конструкций. Мало того, что такие чаши выглядят старомодно, так они еще и вообще непрактичны. В емкости, где не происходит естественных биологических процессов, что начинается? Заиливание, сильное цветение, и это становится привлекательным только для комаров. Поэтому убираем. Следующим антитрендом являются, как ни странно, садовые гномы. Я их вообще, честно говоря, не люблю и рекомендую вам использовать красивые и необычные арт-объекты. Пусть у вас будет один арт-объект, который привлечет внимание, и он будет дороже стоить, чем все 10 фигурок, которые у вас есть, но поверьте, это будет изюминкой вашего сада. Пожалуйста, прекратите использовать временные сооружения. Временное часто становится постоянным. Поставьте лайк, кто со мной согласен. Навесы, шатры, пластиковая мебель. Это дешевые материалы с жуткими цветами, как правило. Это все быстро приходит в негодность и вредит вашему саду. Старайтесь сдерживать себя в магазинах, когда хочется всего и побольше. Часто это бывает очень дешево, и вы думаете, сейчас куплю, потом поставлю что-то другое, новое. Но не надо. Лучше взять одно на подольше, чем брать дешевое, и потом это все менять. Рекомендую избегать таких решений. То же самое касается детских игровых комплексов. Они часто бывают в вырве глаз цвета, пластиковые, которые тоже греются на солнце. Я рекомендую присмотреться к натуральным, естественным конструкциям. Опять же, металл плюс дерево смотрится красиво. Можно сделать что-то на индивидуальный заказ, и это будет смотреться гораздо красивее и не факт, что дороже, чем вот это пластиковое безобразие. Как вы относитесь вообще к детским игровым комплексам, напишите в комментариях. Следующий удивительный антитренд, но звучит он так. Расположение плодовых деревьев на видном месте. Как бы, что не так, да? Как же цветущие яблони перед окном? Но дело в том, что большую часть года эти деревья выглядят непривлекательно. А еще они плохо соседствуют с хвойными. А хвойные, как мы знаем, это мечта многих. И плюс, они всегда держат, составляют каркас сада. Они всегда смотрятся презентабельно. Поэтому перед окнами сажаем то, что будет радовать вас всегда. Да, можно посадить на переднем плане яблоню, но не обычную, а декоративную. Например, сорт Рудольф. Очень красивый, яркий, потрясающе смотрится. Они цветут розовым и смотрятся очень эффектно всегда. Плюс еще будут такие маленькие декоративные красные яблочки. Они несъедобные, но смотрятся эффектно. У нас тоже в Экопланте есть яблони декоративные разных сортов. Все каталоги можете найти в описании по ссылке. Еще одной ошибкой является избыток видовых растений. Когда на участке 15 видов роз, 5 видов спиреи, 6 видов горных сосен, тогда начинается просто хаос, которого нам нужно избегать. На участке должна быть спокойная, сочетаемая подборка растений. И как бы вам не хотелось скупить весь питомник, я понимаю, вы приезжаете, смотрите, кажется все очень красивым. И сразу хочется все купить подряд. Будьте в этом разумны. Да что говорить, я сама такая. Покупая все подряд, мы просто не представляем ту картинку, которая должна получиться в итоге. Здесь очень хорошо и кстати будет выражение. 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Потому что слишком много растений, и ваш сад превратится во что-то пестрое, яркое и не сочетающееся друг с другом. Я не могу не сказать, что на канале тоже рассказывала. Есть отдельное видео про то, как делать миксбордер. Прям вот недавно записывала видео, как сочетать растения друг с другом, как лучше сажать. Поэтому тоже рекомендую его посмотреть. Что будем делать в этом случае? Во-первых, нужно выбрать цветовую гамму для участка. Я рекомендую использовать 2-3 оттенка, не больше. И во-вторых, помните, что хорошим решением будет работать массивами. Это когда на одной композиции используется, например, спирея серая, и ее будет 50-70 штук. Ну, там уже в зависимости от вашего размера участка. Именно это сейчас является максимально красивым трендом и используется всеми ландшафтными дизайнерами. Подписывайтесь, если это видео было вам полезно, и обязательно ставьте лайк. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго. До свидания.